Доброго времени суток, с вами Тексер, Баттлтех, грядущий к финалу, 75 игровых дней осталось. Ну чё, пойдём посмотрим, кстати, а что тут вообще есть? Я прилетел сюда, собственно, позадать им на горячую точку, да. А что тут вообще из заданий? Ой, ёлки. Ох ты ж ёлки. Да, ну ладно, пол черепа это сильно. Сезон охоты. Масса не ограничена, покатит. Индепенденс. Высокая орбита. Так, народ, распределительный пункт Баумангрупп находится прямо в сердце необитаемых джунглевых в реальной зелёной зоне Индепенденса. Мы прорвёмся туда с боем, выясним, куда они дели добре, позаимствуем у них редкую контрабанду и доверху нагрузим ей леопардов. Слишком всё легко, тут где откроется подвох. А нет, вооружённое зло в копьё Баумангрупп замечено предполагаемой зоны операции. Если мы атакуем распределительный пункт до того, как разберёмся с ним, они зайдут с фланга. Ну что ж, похоже на ситуацию, в которой стоит загряжать. Да, и поэтому будем осторожнее. Вместо лобовой атаки на комплекс я выставлю мехов на внешней границе территории Баумангрупп. Есть история, информация получена из источников Дариуса. Подтвердится, мы заставим противника врасплох. А если не подтвердится? А это тоже нам о чём не скажет. Ладно, всё подходит. Доктор Мурат, вы ещё не активировали медведицу? Не хуже вас, командир. Я выведу изображение на экран. Чё не хуже вас, командир? Ну ладно. Медведица. Как только разберетесь с распределительным пунктом Баумангрупп, свяжитесь с инженерным отсеком. Доктор Мурат и я будем готовы к анализу любой полученной вами информации. В качестве альтернативы не знаю, может поможешь нам? Я к тому, что мы ведь не зря везли твоих боевых дронов всё это время. Если вашему копью потребуется поддержка, конечно же я предоставлю. Я предостерегаю вас. Мои боевые дроны не бесконечны. Если их повредят, или они будут уничтожены, не смогу их заменить. Никто на этом корабле, включая меня, не обладает знанием, чтобы причинить боевой дрон создан. Этим занимались специальные системы на борту моей орбитальной платформы. А, силы обороны Звёздные Леги. Ну и больше не на платформе, превосходно. Мэр Медведь справа, надо держать дронов в запасе, пока не найдём до Добрев. Чувствования нам ещё пригодятся. Поддерживаю. Кроме того, 50 тысяч, потраченные нами на взятки, должны сделать эту миссию прогулкой в парке. Думаю, вскоре мы это узнаем. Надо идти с Андер. Чем раньше мы нападём на врага, тем больше времени он останется на распределительный пункт. Ну, поехали, чё, точно. А... Ну, хоть не зависло. Так. Вот, кстати, мне ещё потом интересно, ловушка сработала. Огромный мех, который будет погреться с тем... Ну, не знаю. Просто... Огромный мех. Что они имели в виду? Так. Крам, Мародёр, Арчер, Баньшуха. Баньшуха у меня критиковали, что типа она не какучая. Я согласен, она давали не какучая. А почему бы и нет? Ну, ввёз 5 тонн, как-никак. Думаете, циклоп лучше? А, легче я не хочу что-то брать. Мне эта дорога хреновина очень радует. Да, она неуклюжая, да, у неё не так много оружия, так сказать, на единицу массы. То есть, она не так сильно жахлит, как хотелось. Ну, в ней сидит нуб, который там качается. Ну, я понимаю, что да, там карьера заканчивается уже почти. А ну, там сидит нуб, который качается. И почему бы нет? И вот тут сложно выковырять. Меня удивляет невысокая сложность этой миссии. Может, только меня древний корабль привлекает? Да, я бы сделал его, конечно, такой ядрёненькой. Черепок на 5. А разработчики, видимо, считают, что это такая анкред нубская миссия что-то. Да? Странно. Я не могу видеть это. Ну, а как мне советовали брать посложнее задание? Блин, я не вижу их, блядь. Не попадаются. Так, каплю должен патрулировать. Нужно двигаться быстро. Осторожный подход. Сможет создавать мэр. Не буду рискать время операции. Слишком опасно. У нас первый раз бороться с этой проблемой. Надо двигаться дальше. Хорошо. Броне кавалерия. А что такое броне кавалерия, мне интересно, а? Спринт храбу просто нравится. Такой спринтовый спринт. Прямо он бежит и мчится. Машина. Ехрен, бабай. Командир, он с передачи от неоползанного десантного корабля. Он точно не из Вауманских. Наверное, принадлежит кому-то из тех, кто напал на распределительный пункт. А чёрт. Кто это мой охотник с головами? А вот и охотник за головами. Дата рождения неизвестна. Легендарный меховик воин и звезда голофильма. Ну ладно. Тот самый с глографическим шоу, пластиковыми фигурками и четырёхзначным количеством убитых. Хочешь посмотрим? Четырёхзначным? Награда Хантер. Это охотник за головами, да? Командир Рид, род Текстера, партнёра. Мы никогда раньше не разговаривали, но я уверен, что вы знаете, с кем вы сейчас говорите. Мы знаем, кто-то охотник за головами. Ни одного меха воина, который бы этого не знал. Не угрожаешь ли? Я спрашиваю, кого хрен ты здесь делаешь? Ну то же что и вы, только быстрее и лучше. Прямо сейчас моя команда забирает оборону Баумангруппу. Спасибо за информацию, наверное. Это скорее дружеское предупреждение. Вы не привлечитесь к распределительному пункту, пока мы не закончим зачистку. Если честно, для меня было бы лучше, если вы отказали от сражения прямо сейчас. Даю вам пару минут на раздумье. Она отключилась. Она нам только что угрожала настоящая издоминица. Ну, черт возьми, живая легенда. Ну что, отступаем. Если начнем отступать. Охотник за головами, скорее всего, он шпигует на наш задницу свинцом. Для него это обычное дело. Даже если нет, потеря репутации для нас будет просто колоссальной. Только представьте, как наш побег попадет в нарезку лучших моментов следующего сезона сериала Охотники за головами. Скажите, тут захочется настоять просто такое. Да ладно, надерем ему задницу. Че он на себя представляет. С другой стороны, вступим в бой, поведение. Мы станем знаменитыми. Сможешь заломить цену до небес. Черту все, и вперед. Если Охотник за головами хочет от нас избавиться, мы дадим ему шанс. Посмотрим, насколько этот парень хорош. Вот после таких словословий, они что, выставят там какую-то мелюзгу или как? Где? Так, ну я никого не вижу пока. Че у меня? Пассивки все. Давай, Светаниевы. Так, там еще что-то, вот это танки, блин. Инферно, хреновый, кстати, что ли. 135 тонн, то я его точно не боюсь. Важно же зря. Да, он ракетный. РМД. Ну, пошли. Я, конечно, не уверен. Но пережить зал парчера довольно сложно. Он пережил, вот зараза. Ладно. Побитие будет. Горячая снизу. Ну, не так страшно, он даже не попал. О, нагрелся. Так, продолжаем бежать. Что там у нас? Штурмовик. Защитника. И 60 тонн техника. Ну, да. Они все ракетчики. Вот это РБД-фа. Вот это плохо на самом деле. Доберусь. Доберусь. Ля-Нес. Давай. Выходи и видь всех. Ну, я со следующего хода начну. Ты еще здесь, Элит? Жаль. Указания можно было бы прислушаться. Да иди ты нафиг. Да, бить этот захват так и было. Извините. Ну, я тоже жаль. Хотелось верить, что мне не придется приказывать партнерам забрать на составную часть. К сожалению, это решение не в моей власти. Боги, командир, у нас гости. Если каким-то чудом вы сможете пережить это, черните мне весточку. Ну, пока. А я прощаюсь с вами, командир. В следующей жизни выбирайте свои битвы разумнее. А, я хотел посмотреть там. Ну, ладно. Это что за евро? У нас вдохновение. Сейчас всех уничтожим за головами. Сколько тонн? 45? Вы серьезно? Мне кажется, они серьезные. Ну, это, блин, разрабы... Лоханулись. Просто, ну, с таким пафосом надо повещать, что вот об этом. Не серьезно. 65, ну... Хорошо. Такое же себе. Такое же себе. Аккуратно. Аккуратно. И кстати, там где-то еще два танка шаром куется. Там где-то еще два танка шаром куется. Вот один... Кстати, Баум, он причудут с ними не дерется. Или дерется. Ааа, дерется. Ну давай сейчас выберем кого же. Ягер, Блэк Джек. Ну установочка пока так, ничего себе видео. Лови. Крепкий товарищ. Даже не знаю выпиливать танки или не выпиливать. Они вроде отстали от меня. Так что можно даже их не трогать. Ха, спиной стоит. Радиатор тоже неплохо. А он что, спиной ко мне что ли высадился? Да с чего он ко мне за низ повернулся? Или он принимает привычную позу? Ханч. Да, удиви меня. Скажи, что у тебя АС-20. Росомашка. Я не понял. Ааа, в ваунную группу входит видимо робот. Три танка и робот может в ваунную группу входит. Что я не имею с собой дерутся, я не пойму. Росомашку отоварили. Вот тут чьё. Так, Ягер, ты к кому идёшь? Я тебя не трогал пока. Так, Ягер, ты мне враг. У краба армор лоу? В какое место он стрелял? Да, он директор БД. Ну вы как между собой разбираетесь. Да, босс. Апсетки умело. Буловой офигачку. Так, РБД отважный, но я вот заморочу друг по другу стреляю, ещё не пойму, что сказать. Вот Ягер, похоже, относится вот к этой штуке. Ну чё, разделяй власт. Вообще по трём. Заляется так. Ягер плохи. Шмел. Крабу броню повреждает. Да, он относился, как говорили, к бронекавалерии. Ханч. Блэк. Блэк джек. Лови. Блэк джек. Ну так нормально. Блэк. 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 Греется мародерчик, конечно. Ну ладно. Блэк. Блэк. Стартура раскрыта, нормально. Давай, росомашка. Не в центр пошла, жалко, но ладно. Ничего, росомашку фигачить или вот эту? Похоже на двадцатку. Двадцатками может нормально. Другая идея. А, просто обходить далековато от чего-то. Да, двадцатка была. Странно, я ему правую сторону подорвал. А коричина двадцатка. А, она видимо ее бы припас рванул. Надеюсь, у него в другом месте не сложно, двадцатка, блин, дамажит здорово. Да, он тут средний лазер остался. Блэк джек, но не смешите, елки. Блэк джек, но не смешите. Перегрев, перегрев. Ай-яй-яй. Ну, вроде, а он не умеет эту температуру сбрасывать. А-а-а-ах ты ж. Ёкарный ты, баба, росомашка. Ханчу. Да, росомашку. Хрен пищу. Хе-хе-хе. Марайдер не краб. А, блин, он тоже соровый товарищ. Так, ханчу, мне кажется, тоже хватит. А че ты ему в руку-то? Ох уж, мне это рандомное попадание. Здрасьте. Я так понимаю, у него средний лазер, это в лапках будет. Бабах. Ну че, добивай ханча. Блин, он целый дойти не может, он тут застревает. Ноу-нофт зачем, ну ладно. Баньших оправдывает, что он бесполезный, застрял там в камнях, выбраться не может. Это был последний командик в зоне операции, чисто. Да, биться лбами с охотников за головами. Не входит в определение веселья. Ты че, чувак? Это было весело. Входящее сообщение. Входит в случай, что мои друзья получили тебя по полной. Полагаю, я тебя стоит за это поблагодарить. Теперь у меня будет еще один повод подколоть их во время празднования победы. Они че-то пережили, что ли? Как мне кажется, особенно нечего праздновать их. Куча поднятой нами контрабанда, говорит об обратном. Думаю, стоит поговорить об этом после выхода на орбиту. Но решите меня, Рит, я буду ждать. Миссия успешная. Но успешная. Я не понял, почему успешная. Ну да, немножко мародер поцарапали. Сейчас там механик тряпочкой протрет. Ай, да, ягер. Ну давай ягера кусок вводим. Хороший тупицы че-то. Интересного ничего. Хонча вон. Ну ладно, давайте куски роботов заберем. Двадцатка, я так понимаю, мне мимо. О, РМД с многими плюсами. Так, че выкинуть? О, я хонча могу целиком собрать. Давай вместо вот этого. С многими плюсами это хорошо, нет? Не хотят. Вот давай с многими плюсами. Так. Ну, с двумя плюсами тоже хорошо. Так, кусок раз замахивайте. Вот так давайте. Это будет прикольно. Сынь. Вирусоваху мне вернули. Отлично. Ну а че дальше будет? Не уж кино. Ну, внушительный ханчбэк, внушительная машина. Смешно. Махина. Очень смешно. Ну ладно, сезон охота 2. Признаю, вред, вы произошли и мои ожидания, честно. Еще столкнем. Если столкнуть еще раз, я не стану направлять вам на потеху слабаков. Мы встретимся лично. Жду не дождусь. Все, что было внизу, всего лишь бизнес, охотник за головами. Нашим ротам нет причин хранить друг от друга секрет. Такая точка зрения не может не радовать. Кстати, прямо сейчас к вам направляется десантный шаттл. Понимаю, ваша рота оказалась в невыгодном положении, поэтому примите небольшой подарок в качестве скупления вины. Утешительный приз для проигрывающей стороны. Что такое? Какие-то обломки, которые моя команда нашла на словах распределительного пункта. Всего по ней много, ничего крупного, но они сказали, что никогда не видят ничего подобного. Думаю, ваш приятель вертайн, он захочет сгибать на все на это. По крайней мере, это ненадолго его займет. Конечно, да, звучит интересно, но мне хочется знать, зачем вы отправили это к нам. У кого-нибудь еще это вызывает подозрения? Ну, должен быть подвох. Это не подозрительно? Нет никакого подвоха, это куча металлолома непригодного к перепродаже. К тому же у меня больше нет места. Моя команда под завязку забила десантный корабль экзотической контрабандой. Слушайте, вам в итоге нужен этот мусор или нет? Пусть лучше об этом это получит достойный бихвойн, чем мотор и натриальный ступица. Но если вы против, я могу приказать моим людям бросить это в какую-нибудь канаву. Ну да, мы заберем. Отлично, мне хотелось раздать здесь мирно. Никакай не знаешь, кем нас ведет тебя сюда в следующий раз. Еще увидимся, командир. Эта галактика не так велика. Чем такой вы педрючий? А ну и придурок. Он конечно оставил нам прощальный подарок в виде контейнера скучающих ламу. Но черт, он всегда так разговаривает. Не разговор, а угроза. Этот мусор был в Добреве. Это похоже на зацепку. Командир прав. В этом контейнере могут быть подсказки. Следы, которые покажут нам, куда Ноткер Бауман дел Добрев. Не думаю, что вам нужно напоминать, насколько важен этот корабль. Очень много разговоров у них, конечно. Трёп, трёп, трёп. Не надо, Доп. Меня беспокоят мотивы охотника за головами. Тоже радуюсь. Этот хлам вытышит из Добрева, в котором мы выяснили, чего только нет. Будет удивительность. Медтехники до сих пор не просканировали эту штуку. Какие бы ответы не скрывал от контейнера, вы их получите. Я постараюсь застать их для вас как можно скорее, только давайте не будем строить иллюзий. За нас не переживайте. Нужно сосредоточиться на имеющихся заданиях. Вряд ли кто-то из нас забудет, что охотник за головами настоящий чудовище. Да блин, клоун он не смешной. Чудовище он. Пока мы ждем доклад к главному механику, стоило бы выполнить пару других контрактов, чтобы деньги спидеть куда надо. Соберемся снова, когда узнаем, что идет о нашем контейнере. Что бы именно мы не узнали. Ну давайте. Что нам прислали? Ну плюсовая РБДшка неплохая. Питнарик. Ну вот кабины тоже ничего. Далекомар. Ну вот нормально. Так, у меня есть два робота, которые я могу толкнуть нафиг. А может и больше, если я забыл. Так, Ханч. Ханч классный робот, но сейчас он не к двору. Команда вообще никогда не к двору. Насовсин, мародер. Уж это такое все себе. Блин, он как пушка стоит команда. Ханч, кстати, тоже ничего подрагивает. Так. Казарма. А, ну вот максимум. Угу. Лайонез в кейтовике. О, Майо выздоровел. А кто со мной еще был? Лайонез. Медвикогти. Я здесь. Похоже. Эммм, да. Ну ладно. Горячей точки нет. Ну ладно, еще что-нибудь законтрактим сейчас. Ну там сказали подождать. Давайте, мне вот нравится, ловушка сработала. Меня прямо вот удивляет. Да, я ее что-то слышу. Вот полчерепа у меня особо забавно. А что я в самом начале такие миссии не попадал? Я просто хочу посмотреть на огромного меха. Так. А вдруг мы не догоним огромного меха? Да так подумайте, куда он нафиг денется. Я я за чем-то лежал. Верем дыхе. Ну давай, или ваху. Вах по-моему лазерный, да? Ваха лазерный. Давайте в ваху. Погуляем. Мех без сопровождения, черт на рогах. Ловушка. Принечтожить их всех. Я, может быть, зря, конечно, поменьше роботов взял. Ладно. Надо Леонессу машинку попроще. Мягко карнат. Наберитесь. Отвинайте. Половите. Все такое. Так. Мне туда. Ну, я не сказал, что прям намного будет быстрее, чем у этих. Ну, кажется, вам будет быстрее, чем больших. Ну, хотя 70 тонн у нас, что же 7 месяцев стоит. Давайте подходить по одному. Может по два. Да. Так, надеюсь, что тут поднимусь. Ну, вроде как они уже недалеко. А, они-то сквозь просвечивают, сквозь здесь деревья там. Горы. Ладно. Ага. Понятно. А, вырывается постепенно, Леонессу вперед. Секем побыстрее. Ну, краб сразу отстал. Растянулись, ребята. Внаружи противник. И что там у нас? Блин, что далеко-то? 40 тонн. Несерьезно. Это реально одна черепушка. А это огромный мех, да? Ха-ха. Один, который ходит там, да? Какая коварная ловушка. Добеги-то на всё. Давай на него взглянем. Посмотрим в его глаза. Кто-то, блин, он битый. Ассасин. Огромный мех. Нет, это явно локация для начала игры. То есть, я сначала, получается, начали карьеры. Я, во-первых, в локации, где мне давали пинков здоровый робот. А можно было идти вот сюда. И тут, вон, недобитого ассасина. Ветхий. Огонь. Беспощадный огонь. Эй, ты куда там осыпался? Он куда-то осыпался. Он куда-то осыпался. Ну, он ещё встанет, конечно. Вставай, давай. Жалкие остатки. Ох, подкрепление. А они, это, прятались, да? Они гуки. Ну, летит реально издалека. План будет, что они подошли. Может будут займись. Ну, да, я знаю, если почитать книжки, да? Там было выключить реакторы и всё такое. Ну, просто как-то странно. А, нет, внутри. Я вас. Давай, ты вот войдёшь в лес и вломишь. Ветхий ассасин. Огромный роботок. С воздушаясь над ним. Это ты огромный. Чё бродил? Ну, да, да. Ловушка. Ловушка. 20 тонн. Блин, а вам не стоило влезать истинную нарыв? Где вы сидели? Ну, это не та игра, где рулят маневренный робот. Нет, если бы они драпали от меня, ну да, я бы в жизни не догнал голубку. Но в бою. Да, у них уклонение. Но оно не настолько критичное уклонение, чтобы прям вот этим черепахам противостоять. Да, командир. А, вот так, да. Ну, давай. Ну, чё уклонисты? Лакуст, лакуст. То есть кофе и кава. А, да, вот этого. Ой, лап подстрелил. Вот и все, что нужно знать про уклонение. А вот он может выкрутиться. Я по нему буду из пушки стрелять. А там уклонение немножко рулит. Не, не рулит. Ха-ха-ха. 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 Они готовы. Всего-то? Не, ну просто. Это странно. Огромная робота-ассасин. Вот сразу видно здесь сложность. Она не настроена на игрока. То есть сложность тут абсолютная. Сферическая. Вакуум. Да. И главное, что надо съедить. Чтобы еще что-то. Не на этой планете. Надо находиться, чтобы дальше пройти по этой квесту. Я даже не знаю. Нет каких трофей. Получили бы. Просто, если я сейчас улету, то что? Вопрос по управлению, обучение контракта достаточно. Пора бежать. Не, погодите, а в курс дело, ладно, давайте. Что-нибудь еще нет, ни хрена, то есть тут нет того, по поводу того, что у нас висит, задания, финансы, репутации, настройки роута. Сумира. Нет, ничего хорошего. Так, ну что, давайте там мотану какое-то время. Ну там улучшение корабля сейчас пройдет. У меня как бы денег-то больше не становится. Не, офига тень. Ладно, давайте звездную карту. Контракт с прилетом. Вот испытание имеется. Вот это. Ну давайте найду что-нибудь злое. Три с половиной. Даешь четыре. Пока три с половиной самое злое. Масса не ограниченная. Три с половиной технологии. Полетели. Может что-нибудь интересное будет? Вообще опять раз, древний корабль где-то там сзади вынорнет. Мне скажут, ааа, возвращайся. 23 дня, ну нормально, у меня 63 осталось, 23 дня, блин, на перелет. Я понимаю, что можно дальше продолжать играть, но как бы тогда можно бесконечно играть. Вкачать всех... Отлично. Стоит ли вкладываться, вот в чем вопрос. Дайте подряд. Нормально. Хреначь библиотеку. Главное, недорого. Ага. Щедро платим. Не, ну так вот по времени, так сказать, карьеры, все логично. То есть у меня сейчас персонаж стал... Ну, с финансами вообще проблем нет. То есть совсем. Заработать. Останавливаться на любой планете. Она щелкала заданий, причем без потерь своей страны. Как бы непонятно, что еще делать, да? Ну, найти там, не знаю, пять черепов, да? Игра наемники. В середине дня вы обнаружили, что Лионесс сидит за игровым автоматом у наемники, созданный по мотивам популярного голографического шоу. Чего особенного? Командиры увидели эту игру. Тот же по-настоящему даже слишком посмотрите. У меня, собственно, отряд наемников на периферии. Вы заглядываете через плечо мехвойной, и видите таблицы данные, значки и символизирующие мехов, которыми владеет игрок. У вас перед глазами появляется что-то дарился о ежемесячных расходах. У меня тут золотых с финансами. Скажите, как мне лучше поступить? Ага. Кривский, нет. Лионесс. Давай в обучающий модуль взглянем. Лионесс, ты не станешь хорошим мехвойным, если ты дальше будешь валять дурака, играя в наемник. Давай бегом в обучающий модуль, ты получишь реальные навыки. Получив выводочку, он извиняется и убегает от зала, даже не отключуешься от игры. Вы просто здесь взгляд на экран и видите, что Бладдджек игрока будет переоснащен через пару дней. Куточка лота уже подлечилась, а в этой системе остался еще один жирный контракт. Это тонкий намек, что эта игра будет жить веками. Градик завершена. Давай еще что-нибудь запилим. Я до конца карьеры сделаю свой корабль топом. Ну финансовый отчет нескоро. Что же они не сделали, чтобы миссии подстраивались под игрока? Это достаточно не сложно. То есть есть, так сказать, боевой рейтинг роботов, да, ну как с тундрой по аналогии сделайте, что враг был примерно плюс-минус на своем уровне. Это еще интереснее. А они как-то по карте раскидали очень условно все это. И получается я сначала попер туда, где мне не по силам, хотя мог бы по этим легким шляться. А сейчас мне нехал пинать. Ну то есть слишком хорошо всех пинают. И главное, я вот сейчас шарю, да, его и вы видели, но что-то нет больших заданий. А, нет, не надо еще начинать. Ну и четыре черепа, норм. Сейчас, сгенерит. Захват базы. Захват базы. Уничтожение цели, она ведь слабенькая такая, атака титана. Штурмовой мех, это ассалт. А защита базы? Йокарин дэппай. Уничтожение базы. Битва. Ну слушай, тут только три миссии не уничтожения базы. Ну что за хрень? Что такая любовь к уничтожению базы? К захвату базы, на оборону базы. Где битвы мехов с мехами в большом количестве? Ладно. А на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.